Привет, ребята! Мы недавно переехали в Болгарию и только начали ее изучать. Сегодня я покажу вам два интересных места для прогулки по сокровищам Европы в Болгарии. Приятного просмотра! Итак, мы арендовали в машину и отправились в путь. Крепость Осенов – величественное здание, заслуживающее внимания. Расположенная на скалистом холме, она возвышается над городом, рекой и дорогой, делая ее неприступной своей высотой и укрепленными стенами со стороны склонов. Помните, в Советском Союзе были сигареты под названием Родопи? Так вот, это горы Родопи, ребята. Вид тут такой шикарный, что захватывает дух. Внешняя крепостная стена имеет толщину почти 3 метра и высоту такую же. Скалистый холм, на которой она построена, возвышается на 130 метров над уровнем города. Но самое интересное начинается тогда, когда мы зайдем внутрь крепости. Здесь мы окунаемся в мир тайны. Каждый камень в этом здании несет в себе свою историю. А путешествие по крепости – это захватывающее приключение. С 1970 года были начаты археологические раскопки и обнаружены крепостные стены, внутренняя крепостная башня, водоемы, жилые помещения, а также часовня Пресвятой Богородицы, в которой мы сейчас и находимся. Самые ранние археологические находки датируются 4-5 веками до нашей эры. В них найдены фрагменты бытовой керамики, кости животных и другие предметы, которые свидетельствуют о том, что башня служила резиденцией защитников крепости Ассе. Церковь украшена фресками 14 века. Внутренняя крепостная башня, расположенная в самой западной части Акрополя, имеет в основании неправильную четырехугольную форму. Это тип внутренних башен, которые были построены в самой высокой точке и служили для наблюдения и защиты. Фракейцы оценили труднодоступность местности и построили здесь укрепление. Территория крепости также была заселена в римскую и ранневизантийскую эпоху. Крепость была захвачена крестоносцами во время третьего крестового похода, а в период с 1230 по 1331 годы под руководством царя Ивана Асена II она была укреплена и расширена. После смерти Асена II Византия захватила крепость. Затем болгарский царь Иоанн Александр ее отвоевал в 1344 году, но вскоре она досталась туркам. В османские времена крепость была в запустении, и только церковь продолжала функционировать, а в 1991 году была завершена реставрация крепости, а город Осеновград был назван в честь крепости. А мы продолжим свой путь в Бачковский монастырь. Бачковский монастырь второй по величине и важности монастырь Болгарии после Рильского. Находится в регионе Родобских гор в 30 километров от Пловдива и в 189 километров от Софии. Знаменит сочетанием традиций византийской, грузинской и болгарской культур. Бачковский монастырь – одно из самых посещаемых мест Болгарии и входит в список 100 национальных достояний Болгарии. И монастырь был основан в 1083 году византийским полководцем грузинского происхождения Григорием Бакурианом. Моему удивлению и радости одновременно не было предела, когда я увидела табличку, написанную на иврите. На табличке написано, что в этом святом месте похоронены патриарх Кирилл из Пловдива и экзарх Стефан из Софии, которые ценой своей жизни во время Второй мировой войны участвовали в сопротивлении против изгнания евреев Болгарии в фашистские лагеря смерти в 1943 году. Знаете, аж до мурашек! Меня тронули эти люди, поэтому, господа евреи, если вы будете в районе Пловдива, обязательно заедьте в этот монастырь, отдать дань уважения этим потрясающим людям. При основании монастыря в далеком 1083 году монастырь был населен только грузинскими монахами, а эта местность входила в состав Византийской империи. В XIV веке в монастырское братство стали вступать греческие и болгарские монахи, хотя монастырь продолжал оставаться грузинским. Во времена крестовых походов обыдель посетили крестоносцы. Они нашли ее в хорошем состоянии, двор был покрыт белыми плитами, увидели много ценных икон, украшенные драгоценными камнями, серебром и золотом. Но во время третьего похода настоятеля монастыря привели к императору Священной Римской империи Фридриху Барбаросса. Император отнесся с должным уважением к отцу, обдарил его и отправил назад в монастырь, где до сих пор хранится меч Фридриха Барбароссы. Когда турки заняли Балканы, жизнь монастыря стала куда труднее. В XVI веке монастырь стал частью владычества султана Сулеймана I, что принесло ему некоторые послабления в отношении Дании и позволило монахам собрать нужные деньги на его впечатляющие восстановления в начале следующего века. Однако вместе с этим монастырь был объектом частых грабежей и отчасти был разрушен. Восстановление монастыря связывают с XVI веком, где были отреставрированы уникальные фрески, дошедшие и до наших времен. В главном монастырском храме хранится чудотворный образ Божьей Матери XI века с надписями на грузинском языке. Собор Пресвятой Девы Марии, построенный в 1604 году, является местом нахождения чудотворной иконы Богородицы с образом Бачковской Пресвятой Богоматери. Во времена самых трудных начальных лет турецкого владычества икону спрятали и вернули в монастырь только в XVII веке. Бачковский монастырь Это целый комплекс сооружений, стоящий на 8 гектарах земли. Здесь есть и соборный храм монастыря, церковь святых аркангелов, храм святого Николая, усыпальница монастыря, старая трапезная, музей, храм всех святых, винная изба, часовня монастыря. Также здесь есть объекты для размещения. Это, конечно, не гостиница, просто обычная комната с кроватями. Если вы приедете на несколько дней, то вы здесь можете остаться, заночевать. Эта церковь святого Николая была построена в 1963 году на южном дворе монастыря. Весь храм покрыт росписями мастера Болгарии Захарии Зографом с присущим стилем болгарского возрождения. Эта церковь действующая и в ней совершают таинство крещения. Сюда здорово приезжать с детьми. Тут есть небольшой такой зоологический уголок, очень много красивых деревьев, интересных растений и вообще здесь тихо, спокойно и умиротворенно. Ну а мы выходим из монастыря и идем вниз по улочке, наслаждаясь прекрасными пейзажами. Внизу этой улочки есть ярмарка местных жителей, на которой они продают лечебные травы, керамику, мед, варенье, пряности собственного производства. Ну что ж, друзья, мой перерыв на кофе, а также наше путешествие подходит к концу. Напишите в комментариях, как вы путешествуете по своей стране, а также может быть вас еще интересуют какие-то темы о Болгарии. А если вам понравилось, подписывайтесь и поставьте лайк.